как там было 3 мая когда танк шел но я тогда у меня такое зло что я еще наблюдательным был кроме бойца пошли беттеры танки у нас был пулеметчик он почесал чуть-чуть беттеры ну так же общество для поднятия духа скажем напоминаем этот станки беттеры шли с краснолиманского направления на семеновку это тот день когда погибли наши товарищи в один день и 7 человек было двухсотых из ну скажем так только он почесал открываются люки вся эта пехота выпрыгивает и убегают короче с моста то есть просто повезло что они были последними и они смогли как бы уйти то есть батареи они так и стояли мы даже мы хотели их пожечь на мухи были а нам даже сказали что не нужно и женщин можем отжать как говорится поэтому они ушли как бы там мы все эти батареи по оставались уже не все пустые были то есть то есть это пехота нам даже не пыталась идти в наступление и сразу сбросились сверкая пятками на утек да да то есть там какой смысл не все конечно те что впереди были они где им деваться уже как бы не не было куда а те же сзади они сразу бежали это у них просто двойной штурм получился они же убежали и потом опять же их по ходу дела вернули и они че я дальше то попытались но попытались как-то вялого ну тем более вот что не говори это уникальный бой был в каком смысле что пулеметами автоматами по словам его с нашей позиции работал пулемет с подствольником мы поработали по пехоте и свд-шка вот на или наш командир он сейчас ранен вот единственная с нашей позиции кто отсекал пехоту этого хватило чтобы оставить всю эту бронетанку и ну и с вашего сборка поста там чуть почесали их тоже ничего себе чуть-чуть с нашим блог поста пт-р хилла доза били там много чего было но у вас еще проблема была в том что вы в лоб били вы чисто вас танк закрывал то есть основной это там подошел вообще на 25 метров к а у нас нам повезло в том смысле что мы как раз мы с фланга и у нас вся вот эта парадная колонна была открыта короче и мы ну то есть работали от последнего до первого момента вот этого всего хватило что постановить бронетанковую колонну пт-р и против танковые ружья против танка пару мух ну которыми заклинили как раз первое его все таки подбили там не хило потому что когда он уходил я опять же повторюсь наблюдателем был я у него башни не работала то есть он как стал все короче и кряхтел неимоверно и дым с него валил как с красинки ну и наши утесовцы с этой позиции вот из разбитого дома тоже хорошо влупили назад по топливному баку попал пили там да все все нормально то есть там как минимум контузии у экипажа точно есть я думаю не раз они подошли три танка с эти французские коробочки постояли за мостом и отошли назад при том ждем снять терпение потому что все очень злые за эти обстрелы то есть ладно мы как чем сравнивать землю и всю деревню кассетными бомбами кассетными запрещенными с конвенцией оон если честно я вообще как мы уже шутим мы на себя говорим бессмертные в том смысле что по нам уже со всего работали вот все что украинская армия есть скажу так вот по мне лично со всего стреляли кроме вот светлета по мне чуть лицами уникальное то есть это говорит только об одном что бог с нами а раз бог с нами мы победим жесть а где-то рядом ебало так минометный обстрел продолжается подождем еще жизнь пристрелялись да уже по метелицы суки так постройки наши целы целы ждем ложись полетела так боевые будни славянска на залп сейчас прилетит лить и жизнь еще сейчас два будет еще один ну вот ребята нормальный 43 год 2014 году жесть бурый вам уже останешься с удовольствием ну что все вроде нет а здесь летит только с тебя два пулемета от прапора ну в общем эта хрень будет продолжаться еще долго переходим на фотосессию очередной обстрел который раз горит бедолажный ботатнический домик так 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 Продолжение следует...